Для меня большая честь сегодня проповедовать на втором потоке. Мы продолжаем серию проповедей на тему встречи с Иисусом. И проповедь я назвал «Встреча, изменившая мир». Встреча, изменившая мир. Знаете, миры бывают разные. Есть мир глобальный, есть мир мой личный. И мой личный мир в свое время изменила встреча с моей теперешней женой. Примерно лет 20 лет назад с ней повстречался, и мой мир, знаете, ворвался, наполнился разнообразными красками, эмоциями, какими-то впечатлениями, спонтанностью. В общем, изменился мой мир простой, логичный, спокойный, наполнился разными интересными моментами, за что я очень сильно благодарен Богу. И обо таких встречах мы сегодня поговорим. Сегодня мы будем говорить о встрече, которая произошла между Иисусом и Никодимом. И прежде чем мы перейдем к самому встрече и поговорим, давайте мы откроем Слово Божье. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 17 стих. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Достаточно интересная встреча и очень много интересных моментов. Мы поговорим немного с другой стороны. Мы посмотрим на эту ситуацию немножко по-другому. Прежде всего нужно понять, кто был такой Никодим. Никодим был раввином, был фарисеем, начальником иудейским, членом Синодриона. Это люди, которые досконально знали и соблюдали закон, буква в букву. Никодим был в преклонных летах и был весьма уважаемым человеком среди евреев, среди фарисеев. Нужно немножко тоже понимать специфику. Старец раввин даже до сих пор сейчас у евреев – это национальная гордость, национальная гордость евреев. Каждое их слово отточено, каждое их слово взвешено. Внешний вид, достоинства, энциклопедические знания, огромный жизненный опыт, интеллект делают этих людей не просто интересным собеседником. Значит, нечто большим. Для многих людей было за счастье пообщаться с такими людьми, за счастье побыть просто рядом. Их духовного наставничества искали. Когда-то я работал в одной компании, которая находится в центре Киева, на улице Шатару Ставелли. И окна этой компании как раз выходили на центральную городскую синагогу. И мы частенько с сотрудниками наблюдали, что там происходит. Знаете, евреи вообще чудной народ сами по себе. Они очень интересные. И в один из дней у них было какое-то служение. Служение закончилось, и они все вышли на улицу. Маленькие, большие, взрослые в смысле. И также вышли раввины. Их нельзя не заметить. Нельзя. Это люди какие-то особенные. Когда они выглядят по-особенному, ведут себя по-особенному. Ну, в общем, особенные. И их всегда окружали какие-то люди. То есть их всегда окружало там 3, 5, примерно 10 человек. И были рядом, и что-то слушали. Это непривычно. Знаете, когда обычно общаются два человека, ну, допустим, два пастора станут, два служителя станут общаться, то обычно, ну, вот, люди понимают, что они общаются на какие-то темы, возможно, им не нужно мешать. А тут все по-другому. Когда два раввина общались, их окружало, как правило, там около 10 человек. И очень внимательно слушали. Им было важно каждое слово услышать. Они впитывали каждое слово для того, чтобы понять его, осознать, применить. Они искали мудрости. Таким человеком был Никодим. Люди искали встречи с таким человеком. Но Никодим искал встречи с Иисусом Христом. Для него это было очень важным. Для него это было очень ценным. И первый пункт в моей проповеди так и звучит. Ищи встречи с Иисусом. Ищи встречи с Иисусом. Весь Израиль на то время жил ожиданием прихода Мессии, обечанного Мессии. Это был смысл всего существования евреев на то время. Ну, в принципе, для некоторых и сейчас они ищут, ждут. Все упиралось в явление Иисуса Христа. Все праздники, все богослужения, все пророчества были заточены под приход Мессии. И когда появился Иисус, когда Он начал исцелять, когда Он начал говорить какие-то интересные вещи, когда Он начал поразглашать Царство Божие, что вот-вот оно появится, когда Он начал какие-то делать чудеса, служить людям, то люди окружающие должны были задуматься, а не Мессия ли это. Услышав об Иисусе, люди должны были задуматься. Как сделал это Иоанн Креститель? Помните, когда Он спросил, ты ли тот, которого нам ждать? Или, может быть, другого? Люди стали задумываться. Об этом задумывался и Никодим, и стал искать встречи с Иисусом Крестом. Знаете, я тоже когда-то в свое время услышал об Иисусе Христе. Моя семья не была, скажем, особо набожной. Но иногда мама на ночь молилась молитвой «Отче наш». Иногда мы ходили, может быть, два-три раза в церковь. И я помню, мне было шесть-семь лет. Мне было очень все интересно. Ну, мальчик, знаете, которому мы пришли в такой большой красивый музей, картинки разные, какие-то там таинства. Мне, как ребенку, было это очень интересно. И, знаете, на этом мое знакомство с Богом, в принципе, заканчивалось. Мне про Бога никто не рассказывал, про Иисуса Креста тем более. Вот, даже в Библии дома не было. Но первый раз об Иисусе Христе, именно о Нем. Не о святых, не о церкви, не о апостолах, там, еще о каких-то вещах. А именно об Иисусе Христе я услышал, когда к нам в городок приехала какая-то группа, я уже понимаю сейчас, что это была группа миссионеров. Это был 91-92 год. Мне уже было примерно 12 лет. И я помню, ребята приехали, простые такие, поставили колонку, стали петь какие-то чудные песни, которые, ну, никогда в жизни ты не слышал. И потом начали говорить просто об Иисусе Христе. Просто об Иисусе Христе. И, знаете, я не знаю, что произошло, но в мое сердце что-то посеялось. Я не помню ни слова о том, о чем они говорили. Но в моем сердце посеялось жгучее желание узнать о Нем, найти Его, поискать. А кто ты такой? Мне стала интересовать, меня заинтересовала возможность что-то о Нем почитать, что-то услышать. Я и не подозревал, что, оказывается, можно лично с Ним встретиться. Лично с Ним встретиться. И я с Ним встретился. Это был уже примерно 96-й год. Парк. Мы гуляли с моим другом. И мой друг говорит, Сережа, ты знаешь, ты думаешь, что ты никому не нужен? Ну, ты нужен. Есть тот, кто тебя очень сильно любит. Тот, тот доказал свою любовь и даже отдал свою жизнь за тебя. Имя Ему Иисус Христос. Я не знаю, как тебе это доказать. Я не сам много чего не понимаю. Ну, просто поверь мне как другу. Ты знаешь, что я люблю тебя как друг. Я тебе другого не пожелаю. Просто поверь. И тебе не надо много. Тебе нужно просто сейчас здесь сказать, Господь Иисус, прости меня. Прости меня. И если ты есть там на небе, просто измени мою жизнь. И ты увидишь, как твоя жизнь начнет меняться. Это был поворотный момент. Я помню, я помолился. Я помню, что ничего такого особого я не ощутил. Но я помню, что как будто камень с моих плеч упал. Как будто что-то произошло в моем сердце. Сейчас я понимаю, что в тот момент я встретился с Иисусом Христом. И с того момента я начал с Ним постоянно встречаться. Так, как я умел. В молитве, в каких-то переживаниях. И это процесс длиною в жизнь. Шаг за шагом. Сделал шаг. Бросил курить. Еще один шаг. Научился прощать. Еще один шаг. Научился жертвовать. И количество шагов сильно зависит. Знаете, от чего? От количества встреч с Иисусом Христом. Очень сильно зависит. Я не изменился сразу. Не изменился в мгновении ока. Не стал идеальным и праведным. Я скажу вам по секрету. Я и сейчас местами не белый и пушистый. Есть вещи, которые еще нужно менять в моем сердце. Но каждая моя встреча с Иисусом Христом меняет мое сердце. Меняет меня. Всякий раз, когда я молюсь. Всякий раз, когда я служу Богу. Когда я читаю Библию. Когда я посещаю домашнюю группу. Когда я прихожу в церковь. Я встречаюсь с Иисусом. И Он меняет меня. Ищи встречи с Иисусом Христом. Ищи, как это делал Никодим. Как это делали многие. Ищи. После этой встречи ты станешь другим. И с каждой встречи ты будешь меняться. Ты будешь становиться другим. Это то откровение, которое я получил от Бога. Моя жизнь изменится ровно настолько, сколько раз я встречусь с Иисусом. Ровно настолько, сколько раз я буду с Ним встречаться. Сколько раз я буду с Ним видеться. Он будет менять мое сердце. Твой внутренний мир изменится. А когда изменится твой внутренний мир, ты сможешь повлиять на то, что вокруг тебя. Другой брат, сестра. Те благословения, которые Бог для тебя приготовил. Может быть решение каких-то проблем на работе. С соседями. Может быть у тебя нет друзей. Может быть твое исцеление. Может быть какие-то финансовые вопросы. Твое освобождение, твоя измененная жизнь зависит от времени, который ты приведешь с Богом. Зависит. Сколько ты времени с Ним проведешь. Сколько ты раз с Ним встретишься. Он сможет тебе помочь. Сможет тебя благословить. Услышав об Иисусе, Никодим начинает искать встречи с Ним. Никодим приходит ночью. Восколько точно мы не знаем, об этом Библии не говорит. Историки примерно говорят, что в Израиле на тот момент, знаете, я говорю, что чудной народ, у них по-другому все. И сутки у них шли по-другому. У них день считался с восходом солнца и заканчивался с закатом солнца. То есть с шести утра у них начинался день и заканчивался шесть вечера. А потом ночь. Ночь. Там четыре стражи ночи было, но ночь. Шести вечера начиналась ночь. И примерно историки сводятся к тому, что Никодим к Иисусу пришел примерно в восемь-десять часов вечера. Как правило, с шести вечера заканчивались все работы. И евреи, и особенно раввины, особенно люди, которым есть что сказать, о чем поговорить, любили общаться. Они встречались, они приходили друг к другу в гости. Раввины могли встречаться друг с другом, обсуждать какие-то интересные темы, пророков, пророчества, какие-то нюансы Слова Божьего. И их постоянно кто-то сопровождал. Постоянно с ними были их ученики. Задача которых была слушать. Задача которых была услышать. А не таким образом. Это был такой способ получать знания и мудрость. И я уверен, что к Никодиму также приходили, чтобы его послушать. Тем более он был начальником среди всех. Но этот вечер был исключением. В этот вечер Никодим сам пришел, чтобы послушать Иисуса Христа. И второй пункт моей проповеди звучит так. Приди, чтобы послушать. Приди, чтобы послушать. Никодим был образованным, был уважаемым, был сам учителем и начальником, был намного старше Иисуса. Откровенно, Иисус ему в сыновья годился. Но он не спорил с Иисусом. Не старался ему что-то доказать, как это делали другие фарисеи. Не пытался навязать свое мнение, не требовал ничего, и не здесь, и не сейчас. Единственный фарисей, который не учил, не упрекал, который не кичился своим положением, а впитывал каждое слово Иисуса Христа. Никодим сам был настроен слушаться, сам слушал Иисуса и учился у него, хотя он сам учитель, сам умеет учить других. Простое, но очень практичное откровение. Научись не только говорить, но и слушать. Научись не только говорить, но и слушать. Знаете, мне как пастору нередко приходится встречаться, консультировать людей по разным темам. Семейные вопросы, личные какие-то проблемы, трудности, ну, разное. В том числе, какие-то там внутренние, ну, нюансы, там, бытовые, в общем, разное. И, как правило, такая встреча делится на две части. Первая часть — это когда человек что-то говорит, а вторая часть — когда человек слушает. И знаете, в чем порой печаль? Люди чаще всего говорят и мало слушают. Чаще всего они, вот придет человек, пришел, накидал тебя, накидал, выговорился, знаете, там, сбросил себя, и все. И думаешь, ну, и все, все. Как будто вот больше ему ничего и надо было. И когда ты начинаешь ему что-то рассказывать, когда ты начинаешь ему что-то советовать, тебя уже никто не слушает. Ну, или слушает, но не слышит, что ты ему пытаешься рассказать. А как вы думаете, ну, проблема или ситуация решится, когда человек высказался, или когда он послушал и услышал, что ему сказали? Ну, разве не за этим приходит человек, не за этим, чтобы получить совет? Разве не за этим, чтобы получить ответы на свои вопросы? Я прекрасно понимаю, что есть люди, которым нужно просто высказаться, да? Есть такие, приходит, высказался, высказался и ушла. Ну, есть такие. Ну, есть. И я, вот это нормально, ну, потому что некуда высказаться. Есть пастор, которому можно рассказать. Это нормально. И слава Богу, и слава Богу, я сижу и просто, Знаете, я наслаждаюсь. Ну, неважно, что рассказывают, но я понимаю, что я ни в чем не виноват, мне ничего не нужно делать. Я просто сижу и радуюсь, потому что человек высказался, самоизлечился. Бог только что благословил человека, он вылечился, и она ушла. И все. И радуюсь. Ну, чаще всего, а надо. Вот. Потому что братьям тяжелее, тяжелее братьям. Братьям надо научить, нужно наставить, нужно показать выход. Очень важно слушать. Ключ к решению проблемы, когда ты научишься слушать, а не просто говорить. Слушать. То же самое и с Иисусом. Мы часто приходим к Иисусу что-то рассказать. Рассказывать надо. Говорить нужно. Ты не сможешь вложить ничего в сердце, пока ты его не освободишь. Это надо. Но слушаем ли мы Иисуса? Я, знаете, сам такой иногда. Прибегаю в молитве, наговорю, нажалуюсь там, чего-то там напрошу у Него и убегу. А как же послушать? Ведь Иисусу тоже что есть сказать. Я, знаете, сейчас переживаю этап в жизни, когда я пытаюсь менять свой разговор с Христом. Стараюсь менять подход. Стараюсь менять время. Стараюсь менять тон разговора. Стараюсь выделить больше времени, чтобы послушать. Чтобы услышать, что же Он говорит. Потому что я понимаю, что решение всех моих трудностей, решение проблем, с которыми я сталкиваюсь, будет зависеть от моей способности слушать, а не только говорить. В большинстве случаев слушать. Давайте простыми словами. Эксперимент такой. Для женатых, например. Мужи-братья, если не страшно. В общем, всем отважным и мужественным посвящается. Сегодня вечером приходите домой, спрашиваете свою жену, задаете ей вопрос. Дорогая, как ты думаешь, в чем я должен поменяться? Что мне не хватает? После этого рот на замок, блокнот, ручку и пишите. Ничего не говорите. Сдерживайтесь, как можете. Она будет говорить, когда вы думаете, что она закончила, она только начала. Она будет говорить. Она выскажет все. Записывайте, записывайте. Можете только говорить, подожди, помедленнее я буду записывать. Я буду запишу. Помедленнее, пожалуйста. Вот это вот разрешается. Ну или жены тоже самое можете спросить. Или давайте дети. Если есть здесь подростки, молодежь, знаете, я папа и разного возраста детей. Просто подойди к своим родителям, к маме подойди и скажите, мама, скажи мне, что я делаю не так? Вот что я делаю не так? Где мне нужно поменяться? Дорогие родители, я думаю, что мы каждый день нашим детям кричим в уши, что не так у них и что им надо сделать. Правда? Они и так знают. Так вот, послушайте, если моей жене есть что сказать, если моей маме есть что сказать мне лично, то тем более Иисусу Христу. Тем более Иисусу Христу. Наша проблема в том, что мы не слушаем. Ищи встречи с Иисусом. Выдели время, чтобы его послушать. Возможно, его слова будут словами наставления. Да, возможно, брат, сестра, тебя нужно наставить, что-то сказать тебе. Возможно, его слова будут ободрением. Возможно, он хочет просто сказать, какой ты молодец, какая ты умничка. Просто сказать, похвалить тебя. Возможно, его слова будут словами любви. Может быть, он так долго тебя не обнимал. А ты как ребенок суетишься, прибежал со своими проблемами, рассказал чего-то там, кто тебя обидел на улице и убежал. И мама так и не успела обнять ребенка. А ее сердце так хочет просто обнять и сказать, что я тебя так просто люблю. Найди время для Иисуса Христа. Найди. Я не знаю, что хочет лично тебе сказать Иисус. Я не знаю, какие слова Он для тебя приготовил. Но я знаю, что у Него есть лично для тебя слово. Слово лично для тебя. Поэтому третий пункт так и называется. Услышь слово лично для себя. Лично для себя. Вы заметили, Иисус знал, зачем пришел Никодим к нему. Возможно, Никодим пришел с чем-то одним. Возможно, он хотел что-то спросить, сказать, предложить. Но Иисус его перебивает. Никодим буквально только предложение сказал. Мы знаем, ты там учитель, с которым Бог. Потому что никто не может таких дел делать, если с ним Бог не будет. Никодим не спрашивал Иисуса Христа про рождение свыше. Не задавал таких вопросов. Про царство не задавал. Никодим вообще никаких вопросов не задавал. Только там потом пару вопросов для уточняющих о том, что говорил Иисус. Но Иисус увидел настоящую нужду в Никодиме, в его сердце. Фарисей, начальник иудейский, уважаемый раввин, приходит ночью, чтобы его никто не видел, желая скрыться в этой темноте, но не смог скрыть темноту в самом себе. Иисус увидел, что настоящая тьма в сердце у Никодима. Учителя закона, который знает все о Боге, который знает, как поклоняться Богу, как Ему служить, но не знает самого Бога. Иисус видит насквозь и видит эту нужду, видит его сердце, видит, с какими вопросами он пришел. Иисуса не смущало то, что Никодим пришел ночью. Иисуса смущало, что эта ночь не только вокруг Никодима, но и внутри. Друг и друг. И Иисус видит, что у тебя в сердце. Он знает, что у тебя в сердце. Иисус знает, каким вопросом ты к нему пришел. Встретишься с Иисусом, услышь слово лично для себя. Лично для себя. Не слово для брата, не слово для сестры, для мужа, для жены, не слово для соседа, послушайте, не слово для пастора, для церкви. Нет. Для себя. Для себя. Иисусу есть, что сказать тебе лично. Есть, что сказать. Группа прославления, можно подниматься. Примерно семь, восемь лет назад на одном из служений квартальной геоногилизации, знаете, у нас проходит, когда звучат молитвы, исцеление, освобождение. Я нуждался и молил Бога об исцелении своей щитовидной железы. Были определенные проблемы с ней, и со временем нужно было делать операцию. Но я очень не хотел. Очень не хотел. Я очень сильно старался верить, что Бог исцелит меня, что Бог благословит. И знаете, когда проповедник молился и провозглашал, говорил, что сейчас Бог исцеляет у кого-то боли в спине, может быть, головные боли. Бог исцеляет кому-то плохое зрение. Я молил Бога о том, чтобы он сказал, этот проповедник, и пастор сказал, что Бог исцеляет чье-то горло. Бог исцеляет чью-то щитовидную железу. Я так хотел это услышать. Я принял это в свое сердце. Но я услышал в этот момент не слова пастора, а слова Иисуса. Лично ко мне, в мое сердце. Ты неси мое бремя, а я понесу твое. Ты неси мое бремя, а я твое. Я получил это как обетование. Я вцепился в это слово. Я поверил, что служа людям, помогая им с их болезнями, с их болями, я получу от Бога исцеление. Бог послужит мне, исцелит меня. Я усерднее стал служить. Я нашел людей, которые нуждаются, у которых есть болезни какие-то, у которых что-то болит. Я возил их бесплатно в больнице на обследование. Я некоторым оплачивал их исследования, анализы, лечение. Просто навещал людей в больнице, молился за них. Служил по-всякому, как мог служил. Так продолжалось, наверное, несколько лет. И когда встал вопрос уже моего здоровья, я искренне верил, что даже уже на операционном столе, если Бог позволит туда попасть, хирург, делая свою работу, посмотрит и скажет, а у вас все в порядке? А что это вы тут? А у вас все в порядке? И отпустит меня домой. Но Иисус, когда давал слова, что я понесу твое время, вкладывал в него другой смысл. Бог провел меня через эту ситуацию, через эту операцию. И все это время обо мне заботились люди, которых я не просил. Заботились люди, которые не знали о том, что со мной происходит. Потому что Бог их просил. Потому что Бог знал это все, и Бог их попросил. Бог поблодил людей, и эти люди служили мне. Когда-то я служил другим. Кто-то меня привез и отвез. Кто-то благословил. Кто-то помолился. Кто-то был рядом. Кто-то навещал. Чудо Божье заключалось в том, что я и моя семья не понесли никаких финансовых потерь. А это очень дорого. Меня навещали, помогали, благословляли. И самое главное, что восстановление было очень быстро. Но более того, Бог исцелил мое сердце. Мое сердце. Я научился верить Ему. Я научился доверять Ему. Я научился доверять людям. Моя вера стала расти. Бродя это все, я увидел, что Бог в каждом из этих людей. Если надо, Бог побудет людей. Если надо, Бог благословит. Знаете, сейчас будет звучать песня поклонения, которой мы поклонялись. Мне так хотелось бы, чтобы мы сегодня могли встретиться. Каждый из нас смог встретиться с Иисусом Христом. Давайте мы поднимемся. Я очень хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня поискал Его. Как искал Его Никодим. Как искали многие люди. Каждый из вас мог встретиться с Ним. Рассказать Ему, что у вас на сердце. Но также иметь и время, чтобы послушать, что Он хочет сказать вам. Лично вам. И услышь Слово лично для себя. Для себя. Не уйди с этой встречи без Слова для себя. послушать, что хочет Иисус сказать лично тебе. Что Он приготовил для тебя. О, Иисус, когда приходишь Ты, сбываются мечты, штормы утихают, когда Тебя я прославляю. Когда приходишь Ты, сбываются мечты. Меня Ты исцеляешь, своей любовью наполняешь. Моё сердце наполняет Твой покой. И ночью, и днём В присутствии Твоем Я все смогу преодолеть И не страшна мне смерть и сеть Я утешаюсь лишь Тобой Я знаю каждое мгновенье Ты со мной Когда приходишь Ты Сбываются мечты Штормы утихают Когда Тебя я прославляю Когда приходишь Ты Сбываются мечты Меня Ты исцеляешь Своей любовью наполняешь Иисус в присутствии Твоем Мое сердце наполняет Твой покой И ночью и днем В присутствии Твоем Я все смогу преодолеть И не страшна мне смерть и сеть Я утешаюсь лишь Тобой Я знаю каждое мгновенье Ты со мной Ты со мной Нужен мне Оставляя все Я к Тебе стремлюсь Мой Бог Нужен мне Нужен мне Нужен Ты Я к Тебе 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 Кого-то ободрит, кому-то даст обетование, благословение. Встреча с Иисусом Христом, она изменит твою жизнь. Станешь другим, твое сердце изменится, твой мир поменяется. Встреча с Иисусом, встреться с Ним сейчас. Исцеляюсь, удержаюсь, к нам, Иисусом, изменяется все. Когда приходишь, Иисусом, когда приходишь, Иисусом. Исцеляй, Господь, удержайся, когда приходишь, Иисусом. Все изменяется в Тебе, Иисусом. Дорогой Иисус, Боже Святый, научи нас искать Тебя. Научи нас, Господь, искать Твое присутствие. Научи нас встречаться с Тобой много раз, каждый день, Боже. Искать Твоего благословения, Твоего Слова. Боже, научи нас слушать Тебя. Не только говорить, но и слушать. Помоги нам не убегать с молитвы, не убегать со встречи с Тобою. А научиться просто посидеть, просто посмотреть на Тебя, просто услышать Твой голос, услышать Твое Слово. Боже, научи нас принимать это Слово лично для себя. Научи нас слушать Твой голос, Твое Слово для себя, для себя лично. Боже, благослови нас. Научи, наставь, как Ты когда-то наставил Никодима. Боже, скажи то Слово, которое Ты приготовил для нас. То, что нужно нашему сердцу. Кого-то успокой. Кого-то обними. Кому-то покажи новый путь. Кому-то дай ответы. Кого-то выведи. Боже, благослови. Никодим не был плохим человеком. Он хорошо знал закон. Он служил Богу. Но этого было недостаточно. Иисус говорит, что тебе нужно родиться свыше. Тебе нужно поменяться. И вы заметили, как ответил Никодим? Как может человек родиться свыше, будучи стар? Никодим не понял Иисуса. И так бывает. Дорогие мои, и так бывает. Когда говорит Бог Слово лично для нас, мы можем его и понять, это Слово. Иногда эти слова странные, непонятные. Но в них жизнь. В них скрыты особые благословения. Никодим пришел с земным к Иисусу Христу. А Иисус хотел дать ему небесное. Иисус говорил о небесном. Спасает человека не знание закона, неправильное поведение и дела, а рождение свыше. Никодим, ты молодец, у тебя все в порядке. Ты хороший человек. Но тебе нужно родиться свыше. Тебе нужно лично встретиться с Иисусом Христом, с Богом. Тебе нужно ощутить эту встречу с Богом. Поменять свое сердце. Мы много цитируем этот золотой стих из Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но первый, кто услышал эти слова Благой Вести, от самого Иисуса Христа был Никодим. Первая Благая Весть, произнесенная Иисусом Христом. Первый человек, кто слышит эти слова, это Никодим. Это знаковая встреча. Встреча, на которой фраза Иисуса Христа разлетелась по всему миру. Мы ее знаем, как золотой стих. Но сначала она изменила внутренний мир Никодима. А потом начала менять весь мир. Я сегодня хочу эти слова поразгласить лично для тебя. Лично для тебя возьми эти слова для себя в свое сердце. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб. И ты в том числе. Но имел жизнь вечную. Если ты сегодня еще ни разу не каялся. Если ты сегодня впервые у нас в церкви. И ты слышал об Иисусе Христе. И ты сейчас здесь сегодня. Я хотел бы пригласить тебя сюда, к сцене. Где бы ты ни был. На балконе, под балконом, в зале, в малом зале. Не упусти этот момент встретиться с Слезом Христом. Встретиться с Ним, услышать Его голос. Он сегодня хочет простить твои грехи. А возможно ты уже каялся. Возможно ты уже каялся. И отступил. И ты снова здесь. Знаешь, что Бог хочет тебя благословить. Бог хочет тебя простить. Иначе почему ты здесь? Почему ты здесь? Потому что Иисус тебя любит. Потому что Иисус хочет тебя принять. Потому что Иисус снова хочет тебя простить. Где бы ты ни был, проходи сюда. Проходи сюда, к сцене. Бог хочет сегодня благословить тебя. Он хочет сегодня простить тебя. Он хочет тебя сегодня обнять. Ты нужен для Него. Мы только что пели песню, что ты нужен мне. Послушайте, вы нужны Богу. нужны богу потому что больше вы никому не нужны возможно ты чувствуешь себя что ты больше никому не нужен послушать ты нужен богу где бы ты ни был ты нужен богу бог хочет тебя простить давайте мы еще поприветствуем люди все еще идут пускай бог благословит слава господу слава господу иисус хотел хочет сегодня просить ваши грехи этого не нужно много ни за какие деньги вы это не купить достаточно всего лишь одной молитвы молитвы от чистого от искреннего вашего сердца так просто так просто но за это заплачена огромная цена просто склоните головы я буду молиться вместе с вами просто произнесите эти слова искренне от своего чистого сердца но для иисуса христа дорогой иисус прости меня прости все мои грехи дай мне дар вечной жизни и помоги мне идти по этой дороге жизни на дороге вместе с тобой во имя иисуса христа аминь эти аплодисменты для вас мы радуемся вместе с вами слава господу дорогие мы хотели бы с вами познакомиться и под наши аплодисменты я приглашаю вас пройти по центральной дорожке фойе там вам вручить подарки с вами познакомиться вас благословлят можете проходить прямо сейчас для вас открыли центральные двери проходите пожалуйста мы будем аплодировать это прекрасное время для того чтобы порадоваться вместе с нашими братьями и сестрами проходите пожалуйста у нас там есть подарки слава господу слава господу дорогие давайте мы коротко помолимся за них с наших братьев и сестер дорог господь мы просим о том чтобы ты благословил их боже не дай вырвать их из твоих рук никому боже дай им желание идти за тобою боже дай им желание искать тебя дай им желание господь стать на служение больше благослови их больше окружить своей любовью и защитой и пускай милость твоя твое благословение твое царство теперь живет в их сердцах во имя иисуса христа аминь слава господа давайте мы прославим нашего бога